Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Mary Kay и давайте посмотрим, что же было заказано. Заказ пришел еще несколько дней назад и давайте посмотрим. Значит, компания Mary Kay всегда своим покупателям в коробочку вкладывает вот такую вот бумагу, чтобы товары не повредились при перевозке. И давайте посмотрим. Первое, что мы с вами видим, это пудра минеральная, бесцветная. Давайте посмотрим срок годности до 8-20 года. Я эту пудру безумно люблю и сейчас в преддверии лета она будет очень актуальной, так как я летом практически стараюсь не пользоваться ни CC, ни BB, ни тональными кремами. И, соответственно, наношу только пудру на увлажненное лицо. Почему не наношу тональные? Потому что я говорила уже, что я езжу на велосипеде. И поэтому лишнее средство, которое будет утяжелять лицо, кожу лица, как-то не очень хочется использовать, особенно в жаркое лето. Поэтому меня спасает вот такая вот замечательная пудра. Она очень проста в использовании. Сейчас я постараюсь открыть, не знаю, получится ли. Так, сейчас попробую. Просто одной рукой не очень удобно открывать, но уже откручивается. Использую я эту пудру каждый год. И, естественно, почему бесцветная? Почему не с оттенком Ivory 2 слоновая кость? Дело в том, что солнышко у нас припекает достаточно сильно, поэтому... Вот сама пудра, сама крышечка. Поэтому, в принципе, этой пудры абсолютно достаточно. То есть, на лицо загорелая, она идеально ложится. Также она убирает излишки жира и скрывает ваши недостатки на лице. Вот такая вот пудра. Очень мне нравится. И хочу сказать, что ее очень надолго хватает. Если вы каждый день пользуетесь, то на полгода вам ее точно хватит. Давайте посмотрим, что же будет здесь еще. Компания Mary Kay ко дню 8 марта, Международный женский день, упаковала все свои товары вот в такую вот красивую бумагу. Давайте посмотрим, что здесь написано. Вы достойны восхищения. Ну и посмотрим, что там с вами чуть попозже. Потому что первое, что нам попадается после пудры, это оттенок теней эспрессо. Я взяла этот оттенок теней, хотя мне почему-то казалось, что я все-таки удалила его из корзины, но оказалось, что он ко мне пришел. Я взяла его исключительно для нанесения на брови, потому что я брюнетка и мне идеально подойдет такой оттенок. Я уже ранее пользовалась этим оттенком. Ему можно наносить, соответственно, как тени, как на брови. И очень идеально смотрится. Попробую сейчас вам протестировать данный пигмент. Вот, если вы видите, он такой очень приятный, не такой яркий, как кажется, да, вот в самой коробочке. Достаточно такой интересный цвет оттенок и легко растушевывается, как вы можете видеть. Посмотрите, он очень легко растушевывается. Так что вот так вот будем пользоваться. И это очень хорошо, что все-таки он мне приехал. Я прям безумно рада. Ну, давайте посмотрим, что же там у нас внутри. Да, здесь еще туалетная водичка Upbeat. Именно туалетная вода, Эду Туалет, 60 мл. Эту водичку я взяла на сезон, весна, лето 2018 года. На самом деле, сам аромат, как вы можете видеть, выпущен в 2014 году. Но в России он стал продаваться только в 2016 году. Насколько я знаю, если не ошибаюсь, может быть, кто-то знает, поправьте меня. Этот аромат выпущен был для Южной Америки. В Южной Америке, точнее, и появился впервые. И именно позиционировал себя, как аромат такого, знаете, бешеного ритма, танца. Ну, то есть, такой аромат жизни, аромат движения. Не зря он называется Upbeat. Я честно признаюсь, я упаковала его сюда, обратно, потому что я ему уже пользовалась. Но хотела вам показать, как все это выглядело. Хочу обратить внимание, что компания Мэри Кей никогда не присылает свои ароматы в слюде. То есть, они все достаточно в отличных упаковочках, неповрежденные приходят, но не в слюде. И давайте посмотрим, как выглядит сам аромат. Вот так вот он выглядит, достаточно просто. Здесь, кстати, выгравировано, что Established с 2014 года. И вот такой вот ароматик. Достаточно плоская бутылочка, но ее очень приятно держать в руке. Что хочу сказать. Крышка, кажется, что очень легкая, но достаточно, то есть, кажется, что легко снимается, но на самом деле есть затруднения. То есть, если ребенок попытается снять, вероятно, у него не получится. Очень удобный дозатор. Вы можете видеть, он такой, как бы, как подметалл сделанный, то есть, он не хлипкий. Что же касается данного аромата. Данный аромат, как многие другие, многогранный. Конечно, заявленный эффект, что здесь есть, это ягоды красные в верхних нотах, это ландыш, потом там есть ноты пачули, удового дерева. То есть, аромат такой, знаете, фруктово-шипровый. Но не могу сказать, что он прям вот на целый день, но на 6 часов он у вас продержится. На всех он раскрывается по-разному, конечно. На мне не могу сказать, что он прям такой вот шипровый-шипровый, но что-то такое вот цветочно-фруктовое, уходящее в восток. Такой вот шипр легкий есть. Мне, в принципе, понравилось, как он раскрывается. Протестирую дальше, посмотрю. Вообще, аромат заявлен как летний такой, потому что все равно есть подразделения, вы знаете, на зимние и летние ароматы. Он заявлен именно как летний аромат, то есть не зимний. Не могу сказать, как он будет раскрываться в жару, но протестирую и потом вам обязательно расскажу. Давайте посмотрим, что же было здесь еще. И это последний подарочек от компании Mary Kay. Я, на самом деле, весь состав коробки знаю, поэтому я не буду его так скрывать. Так, у нас там с вами журнал-апплодисменты, но мы его, наверное, не будем смотреть. И в подарок пришла косметичка, то есть в подарок за заказ. Здесь у нас с вами написано «Вы прекрасны с 8 марта». Хочу напомнить, что подарок можно получить при заказе в компании Mary Kay вплоть до 31 марта. Ну, естественно, там есть еще косметичка, знаете, такого лавандового цвета с сердечками. То есть косметичка 100% полиуретан. Вот, вы можете ее получить в подарок. Ну, заказ, на самом деле, делался не из-за косметички, а из-за того, что мне нужна была туалетная воля, потому что у меня закончился аромат. Думаю о тебе, Тенкинофью, зимний. И как раз в преддверии весны, в преддверии начала использования коллекции «Весна-лето» в апреле месяце, я решила приобрести себе сейчас. Ну, и вот получила такую вот замечательную косметичку. На самом деле, сейчас очень немножко засвеченный кадр. Цвет ее, конечно, вот я вам сейчас покажу, какой в реальности. Вот он вот такого вот цвета, вот темненькая она. Очень красивая, такая стильная в стиле такого вот. Сделанная, как бы, знаете, под замшу, но очень красивая. Вот сейчас передается именно тот цвет, именно тот материал, который есть в реальности. Очень мне нравится. Давайте посмотрим, что же там внутри. И я уже вижу подкладочку очень красивого розового цвета. Ой, мне прям вот очень нравится восторг. Она, конечно, небольшая. То есть вы можете видеть, что если я положу свою руку, руки у меня, ладонью так сложилось, очень большие. Поэтому, видите, получается, что она не очень большая, но я думаю, что она очень вместительная сама по себе. Потому что дно у нее, посмотрите, какое очень удобное. Так что вот такая вот замечательная косметичка. И очень приятно ее получить к заказу на 8 марта. Ну что же, вот такой вот был мой небольшой заказ в компании Mary Kay. Водичку я уже пользуюсь. Тени, как именно оттенок для бровей, я только буду использовать. Ну и сама пудра, соответственно, тоже скоро мне очень пригодится. Пока я использую тональную основу от компании E.Frochet. Ну, в принципе, кстати говоря, неплохо, неплохо, что сказать. Очень она мне нравится. Ну что же, всем отличных выходных. Всем пока-пока.